Эйс 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 специи. Мне говорили, что это может быть даже какой-то вид борьбы. Но сейчас уже лучше все понимать, что это учение, связанное с обустройством пространства. Считается, что если вы правильно обустраиваете пространство, то это помогает очень в жизни, ведет к процветанию, успеху. Если у вас неправильно обустроено пространство по фэн-шуй, то это может быть... Из-за этого могут возникать какие-то препятствия, вы можете потерять какие-то возможности дополнительные, ну и удачу, самое главное. Корни этого, конечно, в каких-то религиозных верованиях, в буддизме, в даосизме? Нет, нет, это традиция китайская, очень древняя. Это было связано с культом предков. Считалось, что предки, естественно, очень влияют на потомков, даже если они умерли. Поэтому, как вы захороните своих предков, как вы будете почитать потом их могилы, от этого очень сильно зависит ваша судьба. И как обустроена могила в дальнейшем влияет на несколько поколений людей. Это вот такое было верование. И поэтому очень важно было правильно обустроить могилы. И фэн-шуй, на самом деле, начался с того, что искали правильное место для захоронения. Потому что захоронение было важнее жизни, важнее дома. Уже после они уже обустраивали дом по фэн-шуй, искали благоприятное место, чтобы вот это место благоприятно влияло на их судьбу, на судьбу их потомков. Фэн-шуй в переводе это ветер и вода. Ветер и вода. Просто это как бы основа, основа мироздания. Что ветер, ну, имеется в виду, что ветер, это как энергия космическая, да, а вода, ну, это то, без чего невозможно жить, сама вода и все, что связано со стихией воды. Ну, в принципе, это такое условное название, оно не отражает сути фэн-шуй. Объясню на простом примере. Вот вода, она благоприятна для человека, если она течет плавно, мирно, там, в своем русле, да. А если мы вдруг ее, что-то с ней начнем делать, перекрывать или, например, высушивать, да, то нехватка воды или избыток воды или неправильное ее направление, она начинает, она становится враждебной человеку. То же самое и с этой энергией, с этой энергией ци. Вот если вы живете в благоприятном таком, ну, нельзя сказать атмосфера, это не совсем то. В правильном течении этой энергии в вашем доме, в вашем окружении, в вашем офисе, в пространстве, где вы отдыхаете или работаете, то считается, что это и в дальнейшем это вас питает, и в дальнейшем ваша судьба будет гармоничной. Но современная жизнь вот здесь, в Москве, в Европе, она противоречит во всем энергии ци. Вода перекрывается, а все построено по каким-то стандартным меркам. То есть надо все перекраивать или пытаться вжить в интерьер. Вы знаете, во-первых, ничего не как бы не противоречит. Дома строятся, как строились. В принципе, квадратные комнаты, прямоугольные, правильно. Вот если человек начинает жить в круглой комнате или треугольной комнате, что по фэн-шуй считается неблагоприятно, то и жизнь у него начинает меняться. Я не хочу сказать, что меняется в худшую сторону или в лучшую, но по фэн-шуй это не тот, не та гармония, есть же еще, понимаете, некий стандарт гармонии. Это семья большая, успех, ну то есть набор некий, который некоторым современным людям в принципе может и не нужен, потому что люди более становятся индивидуальными, более, ну как бы, их личность иногда или над, или вне вот этих традиций. очень много сейчас таких российских мастеров фэн-шуя, которые говорят, что они полностью ориентированы на российские условия, и они знают все по фэн-шую, как действовать. Все-таки фэн-шуй это китайское искусство, и конечно восточный человек, имея весь бэкграунд восточный, может дать более правильное вот к этому. Нет, вы знаете, очень хорошие специалисты есть и в России, и я уверена. Это невозможно взять и в чистом виде одну традицию перенести на другую в другую среду. Все равно нужна адаптация, все равно нужно приспособиться к местным традициям, потому что существует эта другая культура, понимаете, и то, что китайцы хорошо, русскому смерть. Поэтому я считаю, что надо брать только самое полезное, логичное, разумное, и то, что действительно будет помогать людям в данных условиях, а все остальное нужно отметать. может ли расположение предметов дома или может быть на работе как-то влиять на вашу жизнь? Положительно или отрицательно? Ну, я думаю, эмоции разные от расположения предметов. Что-то нравится, значит, по-другому будешь себя чувствовать, а не нравится, надо срочно переделать. Все должно быть упорядочено. По фэн-шуй, наверное, не знаю, я как-то чувствую, где шифоньер должен стоять, где диван, где мне спать, я чувствую. Я считаю, что нет, все-таки, ну, есть такие навыки, как фэн-шуй, то есть древние учения, но они никак не влияют на жизнь. По крайней мере, сейчас в современном обществе как-то люди от этого уходят потихоньку, потому что все-таки предмет — это предмет, это жизнь — это жизнь. Если это мне неуютно, если мне некомфортно, естественно, они негативно на меня влияют. Я бы хотела, чтобы мне выловилось все окей. Если все лежит в хаосе, то жизнь тоже получается хаосная. В зависимости от того, как все расположено, ты, соответственно, так себя чувствуешь, удобно, неудобно. Я думаю, что это очень важно. На работе все должно быть под руку и все аккуратно на месте стоять. Да, вот, например, зеркало там напротив дивана, там, когда спишь, да, плохая примета, там, как-то, плохой сон, там, я не знаю, ну, в общем, да, я думаю, да. Да, мою нет, я в это не верю, так что не это самое. И вообще ни в что не верю. Зависит, да, от внутреннего состояния. Аж как все будет стоять, все равно, если у тебя внутрь, на душе хорошо и дома, наверное, все. Хотя по фэншую говорят, что помогает. Нет, думаю, никак не может влиять на мою жизнь. Когда дома уютно, повышается настроение, хочется что-то делать. А когда заходишь в неуютное жилище, то опускаются руки, и это влияет. Я прочитал в вашей биографии, что вам когда-то родители подарили первые книги по фэншую, которые вообще никогда не было здесь. Да, у меня до сих пор эта книга есть, она 94-го года, 92-го, по-моему, года. Для России тогда на Западе они уже были. Они первые появились на английском языке, в Англии, в Америке, потом уже сейчас очень сильная школа фэншой в Германии. В Германии вообще на Западе сильные очень школы, они очень серьезно к этому относятся. Они привнесли много своего, да, то есть там еще научный подход, психология, задействована биология. Знаете, они исследуют воздействие современных там предметов на человека, не только вот традиция фэншой, кресло, какой должен быть там, стулья и так далее. А вот провода телефонные, телевизоры, компьютеры, они это стараются не только с точки зрения фэншой, потому что фэншой не было компьютеров, да, но еще научно. И все это они связывают воедино. Конечно, очень сложно этому всему следовать. Но электронных приборов не должно быть наверняка там ни в спальне, ни в столовой, нигде не должно быть. Нет, почему они должны быть? Ну, например, хороший фэншой офиса, да, как обустроить свой стол, рабочий стол, провода, никакие провода не должны проходить под вашим столом или под вашим стулом. Все. О, спасибо. Но это не значит, что их не должно быть. Понимаете, вы без них не можете работать. Это часть, это ваш инструмент. Поэтому это, пожалуйста, но... Они нарушают какие-то линии? Ну, да. Они сами по себе являются энергией, и они могут разрезать пространство. Ну, как-то влиять на пространство. Разрезать это, грубо сказать. А телевизор, который служит как такое окно или зеркало в другой мир? Вообще, телевизор это очень сложная штука. Особенно, знаете, на практике, когда я прихожу и говорю, что телевизор надо убирать из спальни, вы не представляете, это постоянный такой... то это проблема. Это очень часто... Это даже больше проблем... Ну, самая большая проблема это, конечно, говорить, что на кухне не смотрите телевизор. Как? Мы... Я говорю, если вы хотите, чтобы семья была крепкая, ну, хорошо, если негде, не убирайте телевизор. Но 15 минут во время еды вы можете выключить ради друг друга, потому что, когда вы едите, вы должны общаться. Если вы не общаетесь, если телевизор для вас гораздо важнее, интереснее, потом не удивляйтесь, что дети вас не навещают, что вы с женой чужие друг другу люди, что... Понимаете, да, что нету в семье единения. Тогда не удивляйтесь, если вы не можете 15 минут пожертвовать новостями или там каким-то кином. Естественно, в комнате ребенка тоже не должно быть его. Нежелательно, нежелательно, особенно маленького, потому что это... Вы знаете, что это чужой мир, это неконтролируемая информация, и ребенок неконтролируемо смотреть телевизор не должен. Он не справляется с этим. Его мир, его энергии, они слишком слабые. Понимаете, что же такое телевидение? Это работают тысячи профессионалов для того, чтобы забрать внимание человека, да, и маленький ребенок с этим не может справиться. Мы, например, сейчас сидим около зеркала. Зеркала всегда и в русской культуре, и в европейской считались какой-то дверью в неведомое. Всегда. То есть в итальянской культуре завешивать зеркала, когда кто-то в доме уходит. Ну, вот какая-то... Как зеркала и фэн-шуй? Вы знаете, зеркала сами по себе не являются неплохим, нехорошим предметом. Просто зеркала должны находиться в правильном месте. Например, зеркала в столовой считаются хорошо, потому что они удваивают ваше благосостояние. То, что на столе и ваших гостей. Когда много гостей, хорошо, много еды, хорошо. Зеркало в спальне, пожалуйста, может быть, но в нем не должна отражаться кровать. Ни в коем случае. Это просто табу. Вот есть вещи, которые табу в фэн-шуй. Например, зеркало напротив входной двери или зеркало, в котором отражается кровать. Любая кровать. Детская, супружеская, просто одинокого человека. Любого человека. Не должна. Это с чем связано? Какое-то? В любой традиции считается, что зеркало как-то влияет на человека, но как, научно еще не доказано. Но в традиции люди знают, что как-то все равно оно влияет. И поэтому в традиции, в учении фэн-шуй стараются оградить человека. Особенно, когда он спит, он беззащитный. А в спальне по правилам фэн-шуй все направлено для того, чтобы сон был абсолютно спокойным. Чтобы не было ничего, что подспудно было бы незащищенным. Вы сказали, что ваша школа, в частности, это еще и школа компаса. То, чего я придерживаюсь. Да, да, да. Да, которую вы придерживаете. Школа еще и компаса. Да, есть школа компаса, она тоже очень древняя, но она более ранняя. Она ближе к человеку. То есть, это школа, которая исходит из-за индивидуальности человека. Каждый человек рожден с определенным набором в определенное время. И в это время как бы господствовала та или иная стихия, набор вот этих стихий. Ну, как астрология, только там планета, а здесь у времени есть господствующие стихии вот в этой космической энергии. И он приходит в мир вот с этим набором. И в зависимости от этого, зная его дату рождения, час рождения, выстраивается пространство специально для него. Я сейчас говорю так. Выстраивалось раньше по мужчине, но сейчас выстраивается по кормильцу. Иногда, когда вот меня просят там высчитать, да, благоприятные направления, выстроить пространство, я говорю, скажите только честно, потому что иногда невозможно определить, кто в доме кормилец. И устраивает ли вас эта ситуация? Бывает так, что кормильц женщина очень часто в современных семьях, но ее это не устраивает, и она хочет, чтобы мужчина, ну, стал больше зарабатывать, больше брать на себя ответственности. И тогда мы выстраиваем пространство по нему. Как фэн-шуй связан с вот такими вещами, тоже сложными, непонятными для европейских бумаг, как там китайская медицина, все это же, они тоже говорят, что есть точки у вас энергии, на которые мы воздействуем, и которые помогаем кровотоку. Вы знаете, есть понятие микрокосм, мемакрокосм, то есть человек это тоже, то же самое, то же самое, та же самая Вселенная. Если потоки ЦИ, вот о которых я говорила, энергии, энергии космические идут плавно, текут благоприятно, и нет препятствий, когда правильно обустроено пространство, то все гармонично. И то же самое, есть некая энергия ЦИ в теле, если она плавно течет, и правильно, эти потоки, то человек здоров. Если вдруг возникают от переизбытка некой энергии или нехватки, некой стихии, или переизбытка иинь-ян, да, здесь должны быть гармонии иинь-ян и пяти стихий, то возникают какие-то или слишком сильные течения, да, или какие-то препятствия в виде опухоли, в виде каких-то там замыканий, да, вот в организме, и это вызывает болезни. Это то же самое. И существуют методы медицинские, которые это устраняют. Это все. То есть фэн-шуй не подменяет собой медицину, он как бы дополняет ее извне. Ни в коем случае. Это совершенно не медицина. Вы знаете, фэн-шуй, это, можно сказать, медицина для дома. У меня, как у фэн-шуй-дилетанта, возникает при этом слове, конечно, первое, это острые углы. Вот надо избегать острых углов везде. Если острых углов не будет, это уже будет хорошо. Так ли это? Это, вы знаете, иногда это просто бывает прям паранойя. Люди боятся всех острых углов. Нет, это не так. Если просто какой-то огромный предмет, огромное здание смотрит углом на вашу входную дверь, тогда это проблема. Если вот этот угол, вот угол, а здесь мое рабочее место, я постараюсь все-таки избегать. И рабочее место продвинуть вперед. Но если я сижу вот так временно, пришла в кафе, я не должна бояться этого угла. Он будет на меня действовать только тогда, когда это какое-то важное место. Если я каждый день здесь обедаю, и это мой дом, тогда я должна избегать. А так, это не так важно. Ага. Знаменитый случай, о котором мы говорили перед нашим интервью с Банком Китая. Да. Банк Китая, он очень считается такой, с точки зрения фунши, очень агрессивный, угловатый, и вообще он такой очень агрессивный. То есть, да. И от него старались соседние здания как-то огораживаться, как-то там было очень... Есть даже целое понятие война фэн-шуй. На зданиях, если вы видели, пушки такие стоят. Символически. Никогда не видели в Гонконге. Вы когда будете в Гонконге, вы обязательно попросите там экскурсовода вам показать. Стоят пушки. Или внизу стоят нацеленные на соседнее здание. Обычно это корпорации, которые в бизнесе между собой конкурируют. А не просто здания, они изначально конкурируют. И вот когда они строятся, вот они построились, решили как-то избавиться. Там с помощью фонтана. Ну, фонтаны не так, а вот пушки или какие-то там постройки специальные, это и есть война фэн-шуй. На это тратятся миллионы. То есть, даже вот вид из окна, куда человек будет смотреть, он очень важен с точки зрения фэн-шуи. Там, будет ли река или будет ли... Очень важно. Особенно это, если это вид гостиной. Вид из гостиной. Даже вид спальни не так важен. Вид гостиной важен. Ага. Она не должна выходить на какое-то замкнутое пространство. Да, желательно, чтобы не выходило. Если вы хотите спокойной жизни, ничего вы уже не хотите, хотите, чтобы вас оставили в покое, вы хотите работать в дом, пожалуйста, пусть выходит замкнутое пространство. Если вы хотите перспективы, роста, если вы хотите публичности, тогда вам очень важно, какой вид из вашего окна. Вы на своем сайте отвечаете на вопросы, на самые различные. Начиная от того, здравствуйте, мне подарили картину «Природа с водопадом». Скажите, в каком секторе ее разместить? Вообще, даже, чтобы пришло в голову задать этот вопрос, человек уже должен настолько быть подготовлен вами, что... Ну, вообще, это очень частый вопрос, на самом деле, про картины. Да. Потому что людям дарят картины, иногда они сомневаются, они понимают, что вода, они где-то слышали, что вода, это означает «деньги», с другой стороны, в спальне нельзя, чтобы было много воды. Это очень... А что значит «сектор», в каком секторе ее разместить? А по школе компаса дом делится на сектора, вы делите свой дом на сектора, и каждый сектор отвечает за одну из сфер жизни. Считается, что жизнь гармонична, если у вас успех в восьми сферах жизни. Это потомство, знание, здоровье, деньги, любовь, репутация и карьера. Могли бы вы в заключении дать какой-нибудь совет по совершенству и совершенствованию дома? Вот основной совет, что придерживайтесь этого, это уже улучшит у вашей жизни. Надо помнить, для чего собственно фэн-шуй. Фэн-шуй для того, чтобы в доме был мир, согласие, любовь. И тогда будет и процветание, и счастье, и успех. Эйс, вот пространство, пространство гостиной, пространство, которое сделано в соответствии с какими-то принципами. Понятно, что над ним работали прежде всего дизайнеры. и вот теперь наконец взгляд мастера фэн-шуй. Всё. Цвет, картина. Вот на картине, пожалуйста, по-моему, да, вода, горы. Знаете, давайте по этой картине. Вот для гостиной она подходит. Здесь горы, да, горы не агрессивные, они такие плавные. Гора считается символом стихии земли. В этом есть стабильность, надёжность. И когда это в гостиной, это хорошо. Считается, что в семье будет, есть такой тыл. А вода тоже символизирует процветание. И вода течёт к вам. Не от вас, да. Бывают такие картины, вода течёт куда-то туда, вдаль. Вот это считается неблагоприятно. А здесь вода течёт по направлению к вам. Это как бы благополучие течёт в ваш дом. И картина в этом смысле очень хорошая. Человек, когда садится, садится спиной к этой картине. Это не важно. Не важно. Гора за спиной – это хорошо. Это тыл. Ага. Расположение. Здесь действительно постарались в основном уйти от острых углов. Там есть острый угол, но вот здесь всё пространство. Нет, он закрыт. Там, да. Но если говорить про… Если это гостиная, то здесь нету места для общения. Есть, должен быть некий предмет, на котором люди могут совершить совместные действия. Попить чай, поиграть в шахматы, обсудить какое-то… То есть, вот если я ставлю, это уже улучшает. Да, и здесь будет кресло. Да. Тогда это правильное место. Ага. А так, это место для разрозненного общения, для разъединения. Люди, сидя в ряд, общаться не могут. Мы говорим сейчас про гостиную. Про гостиную. Потому что кабинет… Место совсем другое. Кабинет совсем другое. Да, я говорю про гостиную. Да. Движение за окном до молодых. Вы знаете, даже интенсивное движение за окном иногда хорошо, если в доме живут молодые люди. Если пожилые, это считается неблагоприятно. А энергетика, вот когда окна выходят на лес, на всё, это хорошо для всех? Потому что вот это колебание всех веток, всего. Опять же, да, если это люди молодые, амбициозные и публичные, люди хотят каких-то перспектив, какой-то широты, да, они не должны жить в месте, которое закрыто или лесом, или горами. или вот есть какое-то ограничение, понимаете? Так же этажности. То есть молодые люди должны жить на высоких этажах, где откуда открывается вид. Как вершина горы. Если вы живёте на вершине горы, вы подвержены всем ветрам. Но если вы молоды, это хорошо. А если вы уже человек пожилой, то это вам, это враждебно для вас. Давайте ещё посмотрим. Я уже предварительно знаю о том, что спальня далеко не отвечает даже для гостиничного номера всем фэн-шуй стандартам. Всё-таки основное, что? Ну, конечно, телевизор. В спальне не должно быть телевизора. Это просто такой табу. Если вы хотите здоровый, хороший, нормальный сон, прекрасные отношения, супружеские, да, то телевизор это враг. И зеркало. Зеркало, если в нём отражается кровать. Если оно висит так, что кровать не отражается, то оно никак не влияет. Перегородка между спальней и гостиной, они не могут быть вообще объединены как-то? Ну, нежелательно. Но если... Нежелательно, конечно. Гостиная это активная зона, а сон это пассивная зона. Точно так же, как кабинет, со спальней невозможно объединять. Всё возможно, да, но нежелательно. Вообще, самое главное место в доме это спальня. И желательно правильно обустроить спальню. И отдельно от всего. Но если это бывает так, что это невозможно, то надо зонировать просто. То есть обязательно... Ну, то есть там есть какие-то правила, которым надо придерживаться, когда вот необходимо соединить две комнаты. Разные предназначения. Уже совсем интимные вещи там. Как спит муж и жена, кто спит ближе к окну, кто спит ближе ко входу? Есть такое? Я считаю, что муж должен спать ближе к входной двери. Потому что тот, кто спит ближе к двери, тот более ответственный и он защитник. Фантастика. Пещеру закрывал мужчина. Понимаете, да? Да, да, да. Вход в пещеру. И это традиционно. Вот так. Если бывает, ну, очень часто женщины, особенно когда у них маленькие дети, они сами ложатся ближе к двери. Ну, я всегда советую им все-таки ложиться дальше от двери. Я знаю очень много народу, которые обожают переделки, перестановки в доме. У вас бывают часто перестановки? Я вынуждена, потому что я как-то стараюсь следовать каким-то еще годовалым, да, вот есть годичные изменения, да. Я стараюсь там что-то переставлять, но я очень консервативна. Я вот поставила, и мне уже так... Привыкли, что что здесь? Да, не очень хочется менять, но я знаю, что это необходимо, если я хочу, чтобы у меня в жизни что-то происходило, я должна менять. И я это делаю вот просто сознательно. Глобальных никаких вещей в течение там года? Почему? Нет. Ну, бывает так. Если нужно, я делаю. Красила, например, кладовку в этом году сама. Просто интересно было, как это вообще делается. В лилобой. Это, соответственно, какой-то стихий или, соответственно, внутренним пожеланием? Внутренним пожеланием еще от сектора дома зависит. Ясно. Спасибо огромное. Невероятно интересно. Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.